Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегета мы продолжаем наши беседы по книге «Исход». И сегодня мы читаем 24 главу с 1 стиха и ниже. «И Моисею сказал он, взойди к Господу ты и Арон, Надав и Авиуд, и семьдесят из старейшин израилевых, и поклонитесь Господу издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, и они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что во времена Ветхого Завета существовала дистанция между людьми и Богом. Некоторое преимущество имел Моисей, но и о нем мы уже читали в 19 главе книги «Исход», что поднявшись на гору, он услышал голос с горы, то есть с другой горы, то есть оказался в подножии некой духовной горы. То есть для него тоже дистанция была весьма велика, ну, тем более для старейшин, тем более для обычных людей. Эта дистанция прекращает существовать в момент Бога воплощения Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия. Когда Бог настолько приближается к людям, преодолевая эту дистанцию между собой самим и творением, что становится одним из нас, как пишет апостол Павел, подобен нам во всем, кроме греха. Но здесь были другие законы. Моисей один пусть приблизится к Господу, то есть насколько это для него возможно, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. То есть они все, и Моисей, и народ, видели Господа как бы издали. Издали. Далее мы читаем. «И пришел Моисей, и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Вот здесь опять надо обратить внимание на конструкцию этого отрывка. народ говорит, что он все исполнит, что выслушает. Обычно бывает наоборот. Люди сначала хотят услышать, что они должны исполнять, а потом говорят, мы это исполним, или мы это не исполним, или мы это будем стараться исполнять. А здесь этот народ проявил веру. Они сказали сначала, сделаем, а потом имеется в виду, выслушаем, что нам надо сделать. «И написал Моисей все слова Господни и, став рано поутру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых, и послал юношей и сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу Богу». Ну, возникает вопрос, а почему юношей послал, почему не старцев? Дело в том, что имеются в виду молодые люди первой юности, когда они только вышли из детства, и еще грех так сильно не коснулся их, они как бы ритуально чисты. И здесь мы можем предположить, что те юноши могли быть из разных колен, потому что Бог еще не выделил одно колено, колено Левина, потомков Аарона, чтобы они были священниками. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник и взял книгу Заветы, прочитал вслух народу, и сказали они все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. На самом деле, сделаем и готовы выслушать. Вот это удивительная вера этих людей в этот момент. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь Завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих». Этот Завет называется в христианской традиции Ветхий Завет. Он основывается на тех заповедях, которые дал Бог на Синайском откровении, и он заключается на крови жертвенных животных. А Новый Завет, который заключается в свете Евангельского откровения, кровью Сына Божия, это, конечно, нечто более значительное. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь Завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих. Потом взошел Моисей и Арон, Надав, и Авиуд, и семьдесят из старейшин Израилевых, и видели место стояния Бога Израилева, то есть не Бога созерцали, а для них как бы обозначилось некое место. Хотя это тоже не очень понятно, потому что Бог вездесущ. Скорее всего, речь идет о том, что некое сияние они увидели, которое стало доступно для них. И под ногами его нечто, подобное работе из чистого сапфира, как самое небо ясное». То есть сначала они увидели обозначенное светом место, потом пограничные территории между этим светлым местом и обычной землею, как некое подножие. И оно тоже очень красивое. «И Он, то есть Господь, не простер руки свои на избранных из сынов Израилевых, они видели место Бога и ели и пили место Бога». Не в том смысле, что Бог имеет положение в пространстве, нет, Он не имеет положения даже во времени, наш Бог, Он над пространством и временем. Но это, скажем так, то, что было доступно для них. Далее рассказывается о том, как Моисей восходит на гору, чтобы получить от Господа скрижали закона. Моисей посредник между Богом и народом, объединяет их сначала символически, изливая на жертвенник, символизирующий самого Бога, и затем на народ кровь, одной и той же жертвы. Жертвенник – это Божье место, он сюда льет кровь, потом на народ, потому что завет заключается между Богом и народом, и присутствие Бога обозначено жертвенником. Договор таким образом скреплен кровью. Смотрите, Левит 1, 5. Так же, как Новый Завет скреплен кровью Иисуса Христа, нашего Господа. А теперь о восхождении Моисея. «И сказал Господь Моисею, зайди ко мне на гору, и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Здесь мы видим, что каменные скрижали – это не все, что получает Моисей на горе. Закон и заповеди. То есть за каждой заповедью, которая написана на скрижали, это закон, как бы скрываются другие заповеди. Ну, например, заповедь «Не убей» – это запрет и на непосредственное убийство одним человеком другого человека, но это и запрет на самоубийство, но это и запрет на употребление в пищу того, что может повредить нашему здоровью, на употребление алкоголя чрезмерно, наркомании и так далее, и так далее. Поэтому закон всегда предполагает наличие заповедей, то есть того, что скрывается за внешними формулировками того, что написано на скрижале. И все это для научения их. «И стал Моисей с Иисусом, служителем своим» – это Иисус Навин, тогда он был юношей. «И пошел Моисей на гору Божию, старейшинам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам». Здесь некая такая аллюзия, как и Авраам, когда со своим сыном Исааком пошел на гору, он сказал сопровождавшим их, «А вы оставайтесь здесь, у подножия горы». Тогда немногие люди могли возвыситься до богообщения. «Вот Аарон и Ор с вами, то есть с этими старейшинами, 70 старейшин, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. И взошел Моисей на гору и покрыло облако гору». Облако означает как бы осязаемое присутствие Бога, его святости на этом месте. «И слава Господне осенила гору Синай». Что значит «осенила»? То есть это свет. «И покрывало ее облако шесть дней». То есть осеняющее облако, яркое, возможно, ночью огненное, а днем ярко-светлое. «А в седьмой день Господь возвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Моисей вступил в средину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. То есть его присутствие стало непроницаемым, когда он входит в это облако, и люди как бы остаются одни сами с собою, а Моисей вошел в это божественное облако, и он скрыт от взора людей. Сможет ли его община существовать самостоятельно после того, как он вошел в облако? Это тоже аллюзия. Помните, в книге «Деяния» в первой главе рассказывается, как Христос возносился, и облако взяло его из вида. Тоже имеется в виду осеняющее, очень светлое облако. О том, что происходило потом, мы с вами будем говорить в следующий раз. Если будем живы, Господь позволит. Спасибо, Христос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok